Этот человек развенчивает мифы о горцах. Русский историк, этнограф и журналист Виталий Штыбин рассказывает миру о народе, который испокон веков жил на Черноморском побережье. Большинство жителей России либо не знают о нем ничего, либо мыслят стереотипами. Удивляет то, что просто люди, которые живут в Краснодаре, видят каждый день адыгов, и вот они через реку буквально живут, эти аулы и как-то так воспринимают, как будто бы они на другой планете живут совершенно. Это очень странно для меня. Черкесы, шапсуги, часть большого адыгского этносы. Историки считают, что предки этого народа переселились на берег Черного моря из Месопотамии еще в четвертом тысячелетии до нашей эры. От Княжика до примерно реки Шахе, Головинка современная. Лазаревский район. Это бывшая малая шапсугия называлась она в 19 веке, до исхода из шапсугов. Там проживали шапсуги. Это, в принципе, факт никем не отрицается. Об этом рассказывали тысячи источников и российских, и зарубежных. И они там проживали до 1864 года, когда им выдвинули царские войска ультиматум. Либо вы уходите в Турцию, либо вы переселитесь на Кубань, на берег. Для них это был особо сложный выбор, потому что переселиться на Кубань на равнину жителю, который исконно жил в горах, который знает, что такое террасное земледелие, да, и как там выращивать какую-то там пищу на склонах гор во влажном климате. И в степи он со своими навыками просто умрёс голодом. Поэтому это всё понимали. Большинство из них покинуло родину и ушло в Османскую империю. И это, конечно, национальная травма до сих пор. В какой-то момент, ближе к 19 веку, шапсугов практически вычеркнули из списка народов России. Они оказались на грани исчезновения. Потери своей самобытности, а главное – языка. В семье могут говорить на родном языке, даже если, но ребёнок, он в школе-то на русском разговаривает, он фильмы-фильмы смотрит, он это всё. Учат факультеты, ну, мало, там мало уроков родного языка. И мотивации его нет учить. Зачем? ЕГЭ же не сдавать на родном. Изучением и популяризацией истории малого народа Кавказа Виталий Штыбин занимается на волонтёрских началах, уделяя этому львиную долю своего времени и сил. Многих это удивляет. Ведь никаких родственных связей с черкесами и адыгами у Виталия никогда не было. Это самый частый вопрос, который мне задают. Черкесских корней у меня нет. И, в принципе, даже если очень глубоко попнуть, скорее всего, тоже не найдётся. Там Украина, Рязани, немцы. Я изучал всегда народы разные, такая любовь к этнографии. Но дело в том, что лет так, наверное, 9 назад попалась мне книга Василия Потта «Кавказская война». Я его начал читать подробно. Меня что-то удивило. У него есть описание подробных боевых действий Кавказской войны. И вот одно из таких мест, где произошло сражение, это устья рек Белой и Пшихи. Там описывают, что там священный лес был, что войска подошли туда и встретили ожесточённым огнём. Там была перестрелка. Ну, выдавили всё-таки оттуда черкесов, основали посты, где появилась Станица Пшихская позже. Ну, вот место, где сражение происходило, это место, где у меня детство всё прошло. Там дачи у нас были. Я просто понял, что вот оно, священный лес, вот оно, это место. И меня поразило, что я вообще ничего не знаю об этом. Сегодня Виталий Штыбин ведёт свой канал на YouTube, где рассказывает о неизвестных страницах истории черкесов и привозит туристов в шапсукские аулы. Несмотря на то, что здесь не очень развита туристическая вот эта составляющая пока ещё, мы были первыми, по сути, кто сюда начал возить людей. Это, да, близко к Краснодару здесь ехать недалеко, буквально 20-30 минут уже здесь. И это действительно вот настоящий шапсукский аул с его жизнью, с его такой вот особенной культурой. И я думаю, мы это будем расширять по возможности. Есть у нас очень красивые места, которые можно и нужно посещать. Есть наш быт, который мы хотели бы передать свои наработки, свои истории, передать другим, да. В чём нам сильно вот и помогает Виталий Штыбин в этом. Очень приятно. Ему большое спасибо за это. Мы хотим, чтобы нашу историю знали, чтобы о нас знали. Знали только с хорошей стороны. Это сотрудничество между русским исследователем черкесского народа и его представителями уже сегодня даёт свои позитивные плоды. В Школьном музее Афипси, рядом с предметами быта черкесов, находятся традиционно русские экспонаты. Мы это всё скрепили таким символом гостеприимства, рогом изобилия. И хотели показать, что мы хорошие соседи, добрые друзья. Адыги нормально относятся к русским. В принципе, русские, которых знают адыгов, нормально относятся. И этот национальный компонент, он не всплывает вообще никогда. Я не замечал, сколько раз я был в аулах, не замечал какого-то к себе отношения, там, негативного или президента. Наоборот, все улыбчивые, приветливые, в гости зовут, там, чайпик. Даже не знают люди меня. Просто видят, человек приехал, что-то смотрит, где-то вот турист может быть какой-то. Они вот угостить для них, это важно, там, рассказать что-нибудь, показать. Это бабушка с дедушкой. Это фотография где-то, ну, 50-х годов была, ну, срисовали. А это мама с отцом, родители мои. Мама жива, отец уже умер. Как бы. Вы из этого аула, да? Я с этого аула. В Шапсуге? Да. Я родился в этом ауле, вырос, потом уехал работать. Ну, и в свободное время я возвращаюсь. В любое время, как свободно, я еду сюда. Летом 2018 года Виталий Штыбин организовал шапсугскую этнографическую экспедицию. За 24 дня он прошел 13 аулов, общаясь с местными жителями и записывая их истории и проблемы. Результатом экспедиции стала фотовыставка «Горы и люди», которая обошла несколько городов России, в числе которых Краснодар, Майкоп, Нальчик. В планах показы в Ставрополе, Новороссийске, Сочи и Москве. Виталий Штыбин называют главным экспертом по черкесскому вопросу и приглашают на все международные конференции, которые посвящены проблемам национальных меньшинств. А он считает, что помогает народам России освобождаться от стереотипов, чтобы жить в мире и помогать друг другу. Ценность мира, она на том строится, на разнообразии, скажем так, этого мира. Потому что в однообразном мире все обычно быстро умирает. Это как концлагерь большой. Поэтому чем больше ты сохраняешь, тем больше шансов на то, что мир останется таким нормальным, адекватным. Чем больше узнаешь соседа, тем более у тебя гармоничные с ним отношения.